7,5 лет лишения свободы. Это максимальное наказание, которое потребовали прокуроры для обвиняемых по делу о трагедии в супермаркете Максима. Золитуды. Столько светит пятерым фигурантам дела. Еще четверым по пять лет. Анастасия Зиаконова расскажет, кого и за что именно требуют наказать государственные обвинители. Спасая жизни, пожертвовал своей. Это текст на памятнике пожарного Вилныса Штейнейтеса. Там же дата — 21 ноября 2013 года. Эти кадры мы снимали в ноябре 2015-го, два года спустя после трагедии в Золитудской Максиме. 36-летний Штейнейтес был одним из первых, кто отправился вызволять людей из-под обломков крыши торгового центра, но не смог сохранить собственную жизнь. Его мама и брат сегодня прошли на заседание суда по этому делу. Вот уже шестой год они ждут решения. Я не могу собладать со своими эмоциями. Пострадавших на последних заседаниях заметно больше. Все хотят узнать, какое наказание у суда для обвиняемых потребуют прокуроры. Последние запросили максимальные сроки по предъявленным подсудимым статьям. Для строительного инженера Ивара Сергица, строительного эксперта Андриса Гулбейса, архитектора Андриса Калинки, руководителя строительных работ фирмы Рейндре Станислава Кумпинша и надзирающего за строительство Мартинша Драуденша, прокуроры просят семь с половиной лет лишения свободы. Это наказание складывается из двух максимальных сроков заключения под стражу по двум статьям. Нарушение правил строительства, которые привели к обрушению здания и убийство по неосторожности. Остальных фигурантов дела бывшего эксперта по надзору за строительством рижской строеправы Марику Трею, замглав рижской строительной инспекции Айю Мельникову и Яниса Балудеса, а также старшего эксперта по охране труда компании «Максима Латвия» Инну Шуваеву, обвинители просят приговорить к пяти годам лишения свободы за бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия. Принимая во внимание ужасно большой уровень безответственности, катастрофично тяжелые последствия и весьма некритичное отношение со стороны обвиняемых в инкриминируемых им действиях, и в том числе из-за того, что не были констатированы никакие смягчающие обстоятельства, мы посчитали правильным и справедливым использовать всю строгость закона. Надо менять статьи закона в сторону ужесточения. Это максимальное наказание, слишком маленькое. И в отношении компенсации, когда все произошло, обвиняемые переписали все свое имущество на других, и они голые, с них нечего требовать. Прокуроры также просят взыскать юридических лиц, фигурирующих в деле как обвиняемые. По мнению обвинения, фирмы Кубс и ЦМ Консалтинг будут должны выплатить 200 минимальных зарплат, 86 тысяч евро. Максима Латвия — 2 тысячи, это 860 тысяч евро. А строительная компания Рендре — 6 тысяч минимальных зарплат, это 2 миллиона 580 тысяч евро. Подсудимые сегодня комментировать услышанное отказались. В отношении речи прокуроров она была достаточно хаотичной. Очень много пустых и бесполезных пересказов показаний. В отношении наказания ничего нового. У нас был схожий прогноз. Запрашиваемое наказание — популистское, направленное на то, чтобы замылить обществу глаза, угодить обществу, чье негодование можно понять. И требуется суровое наказание для абсолютно невиновного человека. Уже завтра в суде смогут выступить пострадавшие, которые смогут высказаться по поводу того, какое наказание прокуроры просят для подсудимых и какая компенсация будет положена пострадавшим. После этого слово будет дано подсудимым и адвокатам. В этом году в деле назначены еще 40 заседаний. И сегодня суд обратился к адвокатам подсудимых с вопросом, хватит ли этого времени, чтобы закончить дебаты и перейти к подготовке приговора. Адвокаты ответили — хватит. Я думаю, что необходимо поставить точку в этом году, принимая во внимание то время, в течение которого подсудимые дают письменные и устные показания на заседаниях. Я думаю, мы вложимся в эти 40 заседаний. Сколько времени потребуется суду для вынесения приговора, пока неизвестно.